Я также вас приветствую, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Господь нас питает и много что говорит нам из Слова Своего, научает нас, приготовляет наши сердца к тому дню, когда мы придем сюда, для того, чтобы воспоминать Его глаголские страдания. Сегодня мои мысли немножко о другом. Знаете, я готовил эту проповедь две недели назад. Ну, были гости, и гости участвовали. И поэтому эта тема у меня осталась. Знаете, я на ней много размышлял, много думал. Одно место, которое некогда записал Иисус Навин. Знаете, сколько раз читал Библию, сколько раз читал это место. И для меня потом только я увидел. У Иисуса Навина, оказывается, было другое имя. Кто помнит Его имя? Кто знает Его настоящее имя? Я тоже всю жизнь думал, сколько я читал, я думал, что это Его имя было настоящее. Но Его настоящее имя было Осия. Моисей Его переименовал и дал Ему имя Иисус, сын Навин. Иисус Навин, прожив свою жизнь 120 лет, и вот в конце своей жизни Он собрал израильский народ, собрал старейшин и сказал нам одни такие слова. Я думаю, каждый из нас знает эти слова. Это записано в 24 главе. Самая последняя глава из Его книги. Почитаем два стиха, 14-15 стихи. Так бойся Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте. А служите Господу. А если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам и мореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Вот об этом хотелось сегодня немножко поговорить. Прожив такую долгую жизнь, на исходе своей жизни, Иисус Навин, может быть, наблюдает за своим народом, и Он видел, что народ, Он не следует за Господом. Они не служат Ему. И вот Он, когда собрал их, и знаете, если читать эту главу с самого начала, Он им начал рассказывать о Боге, о милости Его, о том, как Он заботился о Своем народе, о том, что Он делал для Своего народа. И Он начал говорить еще от Авраама, даже раньше, об отце его. Говорил, когда они были там, в той стране, когда они служили другим богам. И вот Бог, Он вызвал Авраама оттуда и привел его в другую землю. И Он начал оттуда говорить. И вот потом у Авраама родился сын, Исаак. У Исаака Иаков. И потом двенадцать сыновей Иакова, когда они потом пошли, перешли в Египет, жили в Египте. И Он говорит, что они тоже там оживя, они поклонялись другим богам, тем богам, которые были там, в Египте. И потом Бог поставил Моисея, который вывел Свой народ, Его народ, Божий народ с этой земли, с Египетской земли, перевел их через Черное море, вел их по пустыне. Сколько они испытывали благословений, сколько Господь им помогал, благословлял, давал им на каждый день пропитание, поил их, защищал их, хранил. И вот они в конце жизни Моисея, когда его жизнь закончилась, Иисус Навин, Он перевел израильский народ и перевел их в землю обетованную. И Он видел, что народ, Он не служит Господу, как хотелось бы, может, Ему, или как должно было, а не отступили от Него. И для Него это было больно видеть, что народ отступил от Господа, что они служат другим богам. И вот Он собрал и говорит им, если же вам не угодно служить Господу, то служите им. А я, я лично и думаю, мы будем служить Господу. Этими словами Иисус Навин пытался, может быть, как-то внушить или как-то ободрить, или как-то пробудить народ, чтобы они увидели, кто такой Бог. Сколько Господь являл им милостей, сколько Господь им помогал. И Он говорит, что Он вас привел в эту землю, в города, которые вы не строили, дома, в которых вы не строили, вы живете, сады, которых вы не насаждали, от которых вы питаетесь. И Он это все видел, Иисус Навин все это видел. Помню, когда Моисей выбрал по одному человеку из колен израильских, в том числе был Иосия, Иисус Навин. И Моисей их отправил в эту землю, чтобы они могли ее разведать, проверить землю, посмотреть, кто там живет. И они, когда обошли всю землю, пришли, принесли такие плоды, огромные плоды, и из двенадцати только двое, которые видели, что Господь приготовил для них эту землю. А другие десять человек, они отговаривали, не боялись. Но Он был верен, но Иисус Навин, Халеф Иисус Навин. Эти два человека, они видели, через что народ прошел в течение этих сорока лет, что Господь их хранил, Господь их защищал от врагов, которые на них нападали. И он видел, что рука Господня всегда над ними. И для него было больно, что народ отвернулся от Господа. что они не служат Ему. И вот он, когда сказал эти слова, и дальше, если мы читаем с 18 стиха, нет, извиняюсь, 16 стиха, и отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас, и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы, амореев, живущих в земле сей, посему, и мы будем служить Господу, ибо Он, Бог наш. О, да, действительно, у народа было такое желание, увидя это все, нет, мы не будем служить другим богам, мы будем служить только Богу. Они тоже понимали, они тоже это видели, какой путь они прошли, как их Бог хранил, и прогнал от них народы, которые жили в этой земле, теперь они живут в этой земле, и у них было желание следовать за Господом. Хорошее желание, хорошее начало. Но, увы, если мы читаем дальше, книгу судей, дальше царство, но мы видим, что так не было. Народ все-таки отступил от Господа, все-таки они не служили Ему. Господь поставлял судей, которые были над израильским народом, и вот, помним, когда был Самуил, и когда Самуил состарился, и пришли к нему старейшины народа, и требовали от него, чтобы он им дал царя, царя, как было у других народов, цари, потому что в израильском народе, у Израиля не было царя, у них был Бог, но они не захотели Бога, они захотели себе царя. И вот, когда они пришли, сказали Ему эти слова, давайте мы прочитаем, это записано в первой книге царств, восьмая глава, седьмой и восьмой стих, это когда Самуил уже сказал Господу все это, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня, и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Действительно, Господь сказал, что как они поступали, так они и поступают. В тот день, когда они вышли из земли египетской, как они служили другим богам, так они и служат. Как они отвергли меня, и не хотят, чтобы я царствовал над ними. Знаете, этот стих, точнее, эти слова, которые сказал Иисус Навин, «А я и дома будем служить Господу». Знаете, у нас дома висит эти слова, не на стене, такая наклейка, мы купили, «А я и дома будем служить Господу». Знаете, проверяя нашу жизнь, а действительно ли в нашей жизни славится Господь. Знаете, как отрадно и как приятно слышать, когда в нашем доме, когда в доме нашего брата, нашей сестры, действительно славится имя Господа. Читая книгу, Библию, мы можем найти достаточно примеров, когда единственные люди, они служили Господу, а потом перестали служить Ему. Когда они отошли от Господа, оставили Его. Саул, когда Его поставили быть царем над израильским народом, у них было прекрасное начало, он был даже в пророках, но потом он ушел от Господа. Соломон. Это тот человек, которому Бог дал мудрость, который любил Господа, который служил Ему. Но прошло время, и жены, они совратили Его, и Он стал поклоняться не Богу, а стал поклоняться другим Богам. стал служить другим Богам. В Библии достаточно тех примеров, когда мы видим, что действительно люди, эта семья или этот дом, они служили Господу. Они следовали за Ним, они любили Его. Когда апостол Павел пишет послание к Тимофею, он говорит, вера, которая обитала в бабке твоей Ладидии и в матери твоей Евнике, мы видим, что это апостол Павел это видел, что действительно Тимофей, он возрастал в семье, где славилось имя Господа. Сотни корнилий, когда ему явился ангел, и потом, когда он позвал Петра, Петр пришел, ему сказал слово, от которого спасся он и весь дом его. И они служили Господу. Они следовали за Господом. Помни молодых юношей, Иосиф, Даниил, его друзья, когда они попав в плен, в чужую страну, в чужой народ, они боялись Господа, они служили Ему, потому что не исключено, что в детстве, в их семье они видели поклонение Богу, они видели, что в их семье славился Господь. И они это принесли в чужую страну, в чужой народ, имя своего Бога. Прекрасный стих написан в Римлянам, в 12 главе, в 11 стихе. «В усердии не ослабевайте, духом поменейте, Господу служите». Также апостол Иоанн в своем послании, в 3 послании, в 1 главе, 4 стихом пишет, «Для меня нет болейшей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Когда дети мои ходят в истине, действительно тот дом, та семья, которые служат Господу, которые следуют за Ним. Прекрасный гимн мы поем. «Благословен тот дом, где сам Господь в том доме хозяином войдет, где славят Творца и Библию читают». Знаете, желание сердца моего, чтобы каждый из нас взял для себя этот стих в сердце свое, в свою жизнь, в свой дом, в свою семью, чтобы мы действительно, как Иисус Навин, сказали, «А я и дом мой, я, моя жена, мои дети, мы будем служить Господу». Чтобы этот стих действительно не просто был у меня на стене, эти слова были, но не имели никакого значения, нет, но чтобы это было целью нашей, чтобы наше желание было служить Господу, быть верным Ему, потому что Он любит нас, потому что Он благословляет нас. Достоин ли Он того, чтобы мы Ему служили? Достоин. Это видел Иисус Навин, потому что Он понимал, что если народ будет служить Господу, если в их доме будет славиться имя Господа, это будет благословение для них. Но Он же так же понимал, что если они отвернутся от Бога, если они начнут служить другим Богам, горе будет для народа. Дорогой брат, дорогая сестра, Хочем ли мы, чтобы в нашей семье, чтобы в нашем доме славилось имя Господа, чтобы мы имели благословение от Господа? Я думаю, каждый из нас этого хочет. Добро пожаловать нас Господь, чтобы мы всей нашей семьей служили Ему, дошли до тех небесных обителей. Когда мы все вместе встретимся там, чтобы мы могли всей нашей семьей, не только своей семьей, я и моя жена и дети, чтобы мы всей нашей большой семьей, всей нашей большой церковью могли быть там. Славите имя Его. Да благословит нас Господь в этих рассуждениях, размышлениях, склонит наши головы, склонит наши колени, попросить Господа, чтобы Он дал нам силы всем нашим домом, всей нашей семьей служить Ему и славите имя Его. Аминь. Склонимся перед Господом. Слава Богу. Слава Богу.